здравствуйте друзья мы приняли решение рассказывать о каждой экспедиции в которой бываем делать небольшой сюжет о ней и хотели бы рассказать сейчас вам об одном удивительном месте об одной удивительной истории в которой мы участвуем уже очень-очень давно дело в том что в конце 60-х годов на одном из притоков западной двины проводились мелиоративные работы широкой-широкой долине спрямлялась петляющая по ней речка и мелиораторы вдруг неожиданно наткнулись на каменные орудия на какие-то еще остатки древностей и обратились к реведческой музеи а оттуда информация пришла к работавшей неподалеку археологической экспедиции специалисты приехали и увидели удивительную историю и эту историю открывают до сих пор самое интересное что именно здесь археологический клуб впервые участвовал в археологических раскопках ну и я сам приехал сюда еще в 1992 году что же нашли археологи широкая долина появилась после того как отступил ледник и после отхода ледника появились жители которые поселились не на берегах как это водится в других местах а на сваях тогда вместо узенькой речки долине разливалось широкое озеро ну что-нибудь вроде как река луга во время разлива неглубокая широкая спокойная и на этих неглубоких заводях древние люди стали строить дома на сваях для меня самого до сих пор не очень ясно собственно почему они решили выбрали такое решение построить дома не на высоких удобных бортах долины где например стоит наш лагерь а в самой долине на сваях но это была какая-то очень интересная традиция которая встречается не только здесь в россии в смоленской области но и например на женевском озере и это очень известные раскопки европейские уникальность этого памятника не только в том что здесь были свайные поселения тем более что потом оказалось что на некоторых соседних водоемах тоже были свайные поселения в основном на неглубоких озер а еще в том что это поселение внезапно перестало существовать сложно сказать погибло но это был какой-то возможно быстрый подъем воды и дальше поселение существовавшие здесь неолития в позднем каменном веке оказалось законсервировано потому что слой торфа слой сапропелля ила законсервировал все что было ну конечно дома упали но так остались остатки стен настилы сваи торчащие и все что там было есть такое понятие в археологии мокрый слой это уникальная история там старая ладога новгород и вдруг неолит и и в этом мокром слое сохраняется вся органика то есть как правило мы обычно они о неолите знаем только совсем немного потому что до нас остаются там каменные орудия кусочки керамики еще какие-то совсем маленькие вещи ну вот а здесь ну вот представьте себе да консервная огромная консервная банка в которой оказалось все удалось заглянуть в прошлое вот как будто вчера оставили эти дома жители здесь была найдена одна из самых древних рыболовецкая сеть я участвовал в ее раскопках здесь был найден один из первых коньков да такая кость которую привязывали веревкой к ноге и катались толкаясь другой ногой по видимо по замерзшему озеру лыжина правда не от беговой лыжи а от саней скорее всего каких-то и множество множество других интереснейших находок эти находки продолжают сейчас обнаруживаться экспедиция работает с конца 60-х годов и вот мы уже два сезона в ней участвуем и третья особенность этого памятника в том что когда начали работать выяснилось что методами обычной археологии до конца памятник исследовать не удается потому что часть стоянок можно исследовать на поверхности просто разбирая постепенно слой за слоем а часть стоянок находится вплотную каналу как мелиоративному который собственно и проводили и к самой реке и здесь уже в дело пошла подводная археология и мы очень рады что наше объединение познавательный дайвинг и сейчас мы бы хотели вам показать как собственно идут подводные и надводные раскопки неолитического поселения поселение с мокрым слоем где сохраняются все археологические находки поехали и 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 ls и и и и и Сложный вопрос. Ученые бьются до сих пор, причем разные специалисты изучают этот вопрос. Раньше, в конце 19 века, когда эти поселения стали только известны, прежде всего в циркумальпийской зоне, в Швейцарии, тогда все стали говорить о том, что есть свайные поселения, на этих поселениях были дома на сваях, и вот рисовали такую очень романтическую картину с постаральными пейзажами жизни этих людей на таких домах. Сейчас намного все сложнее, выделяют огромное количество типов и видов этих домов. Даже говорят сейчас не о свайных поселениях, свайных домах, а о домах с приподнятыми полами. Есть дома, которые были на земле, но тоже со сваями, просто мы находим их в таком виде, мы находим все столбы, мы находим все конструктивные элементы, которые очень хорошо сохраняются в почве. Поэтому свайное поселение или там пайл-двеллинг, то, что называют иностранцы, сейчас даже как-то не очень любят употреблять, в принципе, такой термин. Что касается вот этих домов с приподнятыми полами или все-таки свайных домов, потому что такой тип все равно постройка существовала, то опять же существует несколько или там большое количество разных версий. То, что вот у нас Александр Михайлович Микляев, когда нашел первые дома, и то, что Андрей Николаевич Мазуркевич здесь исследовал, они говорили прежде всего о том, что основная причина заключалась в том, что жители хотели быть ближе к зеркалу чистой воды. Вы можете представить, когда у вас тут болото, да, там некое такое образуется, ну да-да-да-да, прибрежно. Зарастает резко. Да, зарастает, и вам нужно этот дом сделать ближе вот к этой чистой воде, да, с одной стороны. С другой стороны, вы уже осознали, что у нас вода довольно сильно может подниматься, опускаться, да, сейчас она на 30 сантиметров поднималась, опускалась за последнюю неделю, а может на несколько метров, так же за там два дня по пуститься и подняться. И поэтому это могло спасать от таких вот кратковременных перепадов воды, такие вот дома с приподнятыми полами. Коллеги во Франции говорят еще о том, что это были такие своеобразно защищенные поселения, может быть, от врагов или от зверей, потому что они устраиваются на такой водной глади, получается, прибрежной зоне, вокруг них располагается палисад, и такая узкая тропинка тоже из свай, из досок, естественно, которая соединяла их с берегом. С другой стороны, есть еще такая теория о том, что люди хотели оставить эти вот поля пригодные, которых было, может быть, не так много, потому что все-таки все было покрыто лесом, там, если это болотные какие-то сболоченные земли, то на них никакое земледелие нельзя сделать. И они хотели оставить эти земли свободными для земледелия. Таким образом, они вот себя немножко от этих земель подальше селили, и поэтому могли там заниматься каким-то таким хозяйством. Но, в принципе, это вопрос, который существует. Вот есть несколько теорий, несколько версий. В разных обстоятельствах, видимо, разные из них будут работать. Все, спасибо большое. Не за что. Субтитры сделал DimaTorzok